Сегодня мы являемся посредниками между человечеством и природой. Мои отношения с водой развивались очень бурно. Я закончил в Архангельской области речное командное училище. Ходил по морям, работал на Енисеи два года. Просто представьте, 40 километров ширину река. Это все равно стихия, которая сильнее любого маленького человека. Но уметь с ней работать у меня получается. Наше предприятие строит очистные сооружения для малых городов с населением от 5 до 50 тысяч. Если очистные не работают или их нет, весь сток предприятий, от домов попадает вот в такие фильтрационные поля. Просто без очистных. Проникают в третий водоносный слой, из которого очень часто со скважин берут люди воду. После наших очистных вода чистая и прозрачная. Она без цвета, без запаха. Ее спокойно можно выпускать в природу с пользой для человека. Построив наши очистные сооружения, мы очищаем стоки от органических загрязнений, включая азот и фосфор. Но кроме качества очистки воды, есть еще ряд параметров, по которым оценивается работа в целом. Это и качественный, и в срок сделанный проект. Это вовремя завершенные работы по строительству. И возможность работы с искусственным интеллектом, при котором уменьшается количество служащего персонала, позволяя экономить на электроэнергии и не повышать тариф для населения. Кроме нас, такой продукт не предлагает никто. Мы сами проектируем, сами строим, сами запускаем очистные сооружения, сами их обслуживаем. Работа под ключ – это всегда самый сложный путь. Но делая все одними руками, мы гарантированно можем отвечать за результат. Мы выводим все данные и показатели на свою собственную диспетчерскую. И в режиме реального времени, на самом деле, видим, как работают наши очистные, любые, которые мы устанавливали за свою биографию. Тем самым, не на словах, а на деле контролируем, чтобы очистные сооружения работали корректно. Не только сегодня, завтра или послезавтра, а всегда. Когда мы начинали, я лично мечтал о том, чтобы мы очищали тысячу кубов в сутки. Но сегодня мы строим столько объектов, что этот параметр ежегодно перерастает на 20 тысяч кубов. Ну и я бы хотел, конечно, через 2-3 года, чтобы мы очищали миллион кубов. Я считаю, что наша работа – это непосредственно работа над будущим. Это как круги на воде. Бросая один камень, мы получаем круг, который разрастается все больше и больше. Редактор субтитров А.Семкин